Музыка Музыка что сейчас вы находитесь в центре Тбилиси и буквально отошли в какое-то относительно тихое место, чтобы с нами пообщаться. Наблюдала несколько минут назад прямую трансляцию из Тбилиси. Возле парламента снова собрались тысячи людей и на импровизированной сцене выступления проходили. Вы можете рассказать, там лозунгов много произвели в зале, о чем эти лозунги? Да, значит, ситуация такая беспрецедентная. В принципе, Грузия и проспект Руставели, он видел много митингов, он видел много акций и так далее. Но то, что сейчас происходит в Грузии, это беспрецедентно. Объясню почему. Потому что именно сегодня вышло огромное количество молодых людей, даже, можно сказать, детей. Это несовершеннолетние дети, которые стоят и борются за свое будущее. Действительно, очень много людей. Как говорили СМИ и информационные службы, вчера было около 40 тысяч, может быть, даже и больше. И сегодня же, вот буквально по Тбилисскому времени, у нас начало 10 вечера, и поток людей не прекращается. И я так как вижу и понимаю, что он сегодня вряд ли прекратится. Нана, мы знаем, что сегодня правящая партия «Грузинская мечта», я бы пошла на уступки. Я говорила, что это тот законопроект, но для этого нужно провести соответствующее голосование во втором чтении. Даты, соответственно, никакие не озвучиваются. Верите ли вы в это обещание? И второе требование, насколько я знаю, всех протестующих отпустите 133 человека, которые были за первыми вчера и вчера. Я немного поправлю вас, 166 человек, из них больше половины до сих пор не могут найти, их вывозили, просто это была кошмарная ночь, то, что сегодня происходило в Тбилиси, их ловили как щенят, сажали в машину и увозили абсолютно в непонятном направлении. И до сих пор и родители, и адвокаты пытаются найти их. То, что касается... Какой вопрос вы еще задали? Я начала с... Обещание. Верите ли вы в обещание? Да, да, да. Самое главное, да. Конечно же нет. Конечно же нет. Это чисто мое субъективное мнение, но и также это мнение всех митингующих и всех тех людей, которые хотят приблизиться к Евросоюзу, вступить в Евросоюз и в НАТО. Нас 10 лет обманывали. Каждый раз, каждый день нам говорили о том, что... Кормили, что вот мы в одном шаге к Европе, мы в полушаге от Европы, но на самом деле оказалось все не так. Именно этот закон наконец-то и открыл глаза грузинскому народу. К сожалению, к огромному сожалению, что мы все это время... Мы догадывались. Конечно же мы догадывались. Но, знаете, как говорится, не пойман не вор. Мы ничего не могли сделать, потому что постоянные обещания, постоянные нам доказывали, что вот-вот-вот мы уже на финишной прямой, что вот-вот-вот уже все закончится. И буквально с принятием этого закона грузинское общество поняло, что нас дурачили. Сейчас многие проводят параллели с Евромайданом, который был в Украине в конце 2013-2014 годах. Вы находите что-то общее? Вы знаете, конечно, Майдан это ужасно. Но пока у нас до Майдана не дошло. Но мы приближаемся к этому. К сожалению, про председатель правящей партии сегодня, вот эта грузино-российская мечта, я их так называю, они буквально позавчера озвучили и сказали, что посмотрите на Украину и на украинцев. Был Майдан, потом Украина потеряла территории, и что сегодня в Украине? То есть вот этот месседж-бокс, я опять-таки говорю, для грузинского общества оно неприемлемо. Они пугают нас? Вы знаете, я хочу сказать, может быть, получится немного грубо, но страх и сдавать задние, это, пожалуйста, к Симойян. Но не к нам, но не к грузинам, и тем более не к украинцам. Они пугают вас, и еще вот даже то заявление, которое было сегодня озвучено правящей партии, которые вам сказали, что они себя оправдывают, я цептирую, что машина лжи смогла представить законопроект в негативном смысле и вести в заблуждение определенную часть населения, что на законопроект на законопроект в негативном смысле и вести в негативном российского общества. Но это цитата. Ну, да, ну вы же понимаете, что это, как говорится, мертвому примочка. Они прекрасно понимают, что... Они были уверены, что у них еще раз пройдет. Потому что, опять-таки говорю, 10 лет. 10 лет у них это проходило. И на этот раз они как бы потеряли доверие и много чего упустили. Много чего упустили, и вот сейчас им приходится за это расплачиваться. Но я хочу сказать, что грузинское общество и грузины, и тем более я вот хочу воспользоваться вашим эфиром и отсюда поблагодарить всех тех деток. Для меня они дети. Потому что у меня дочь, у меня внук. Я хочу поблагодарить этих маленьких детей. Я хочу поблагодарить молодежь, которая стоит. И я сейчас стояла на площади, я наблюдала за ними. Вы знаете, какие они стали организованы? Буквально три дня прошло с начала полномасштабных митингов. Они уже прекрасно знают и прекрасно понимают, что они должны брать с собой на митинг. Они прекрасно понимают, что их ждет. Они прекрасно понимают, куда они идут. То есть я еще раз ощутила, и я прекрасно поняла, вы знаете, вот всей душой и телом, что я горжусь. Я горжусь, что я грузинка. Я горжусь, что есть такая молодежь. Я с моей подругой, мы стояли сейчас на площади, и у меня я одела каску, велосипедную каску моего внука. У меня внук Александр, ему 8 лет. Это был символ того, что эта каска, эту каску он одевает каждую субботу-воскресенье, когда мы ходим в парк кататься на велосипеде. И эта каска для меня сейчас символ того, что мы хотим свободу. Мы хотим спокойствия. Мы хотим Европу. Мы хотим каждую субботу-воскресенье кататься на велосипедах. Мы хотим кататься на роликах. Мы хотим заниматься тем, что... То, что мы пожелаем. Мы хотим верить в будущее. Будущее свое. Будущее моих детей и моих внуков. И поэтому, вы знаете, еще такой очень интересный момент насчет молодежи. Это я могу сказать, это мое поколение может сказать о том, что мы здесь боремся и стоим за наших детей, за наших внуков, за наших предков. Но это молодежь, которым по 18, по 17 лет. Они стоят за себя. Они действительно стоят за себя. И они борются за свое будущее, а не за мое. Нана, вот скажите, в 2019 году, если вспомнить тоже большие протесты антиправительственные, антироссийской направленности, которые проходили в Грузии, тогда не было этой осознанности, о которой вы сейчас говорите? Что вот сейчас молодежь, она четко осознает, зачем они пришли третий день подряд в центр города, в центр столицы. Вы знаете, это чисто мое субъективное мнение. Я думаю, что, наверное, тогда общество не было готово. Хотя я еще раз повторюсь, мы прекрасно понимали. Мы прекрасно все видели, к чему мы идем. Я вам даже больше скажу, с приходом мечты, буквально на второй день, на второй день включили российские каналы. У нас практически во время правления Миши Саакашвили у нас были отключены были все российские каналы. И придя с мечтой, нам включили русские каналы. И это уже, знаете, такой нарратив, как вам объяснить, знаете, вот как маленький комок снега, вот это все наворачивается, все больше и больше, накатывается, и это превратилось в какой-то огромный снежный шар, который просто уже не выдерживает. Я сейчас онлайн наблюдаю, что тоже акции аналогичные выходят сейчас в Кутаисе, в Батуми, во всех регионах Грузии, да. И грузины выходят с национальными флагами, исполняют гимн своей страны. Есть еще флаги Евросоюза, я смотрю, тоже мечтами. То есть это не точковая акция, которая проводится только в столице. Нет, смотрите, конечно, да, полномасштабные акции начались по всей Грузии, буквально со вчерашнего дня. И как вы заметили, да, действительно, очень много флагов Грузии, но это само собой, это понятно, флаги Евросоюза и, конечно же, Украины. Вот, например, я сейчас, будучи, забежала в кафе, чтобы связаться и выйти в прямой эфир и пообщаться с вами, я хожу завернутая в украинский флаг, и вы, наверное, видите в моей ходе. Да, вы украинка, да. Да, 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 да. И это действительно так. Нана, скажите, возможно ли на этой протестной волне поднятие вопроса о досрочных парламентских выборах? Смотрите, этот вопрос пока не поднимается. Он не поднимается, потому что сейчас самые главные два вопроса, которые важны на сегодняшний день, это, конечно же, разобраться в конце концов с этим, как говорится, законом антиагентов. Ну, это вообще неприемлемо. Вы можете себе представить, когда ты живешь в своей стране, и тебя преследуют как антиагент. И второй, конечно, это такая, знаете, четкая позиция, чтобы всех тех 166 человек освободили в кратчайшие сроки. Кто-то из партии «Грузинская мечта» пытался выйти к народу и объяснить, что да, мы не просто обещаем, мы вот соберем на следующей неделе, будет пленарная неделя, допустим, в этот пленарный день мы провалим голосование во втором жрении и поставим крест абсолютно. Смотрите, о чем мы вообще можем говорить, когда они сегодня, сегодня рабочий день, сегодня четверг, но они даже не соизволили прийти в парламент и продолжить свой рабочий день. Во-первых, кто вам дал право пропускать рабочие дни? Любой гражданин Грузии, который работает, не имеет значения, на какой позиции, на какой работе и чем он занимается, нельзя пропускать рабочие дни, но почему-то они сегодня решили, и была причина того, чтобы, причина была та, что, видите ли, якобы этой ночью акции, митингующие разгромили там какую-то дверь в парламент, вот как-то так. Ну, завтра, я так понимаю, тоже будет нерабочий день в парламентарии? Ну, видимо, они решили, да, себе сделать отдых, они устали, видимо, они переживают, и я, скорее всего, думаю, что это тянут время, тянут резину, как обычно, и поэтому я еще раз говорю, вот вы задали вопрос, можно ли верить им? Нет, конечно же, нет. Это тянут резину для того, чтобы они сейчас пытаются как бы обществу объяснить, что это за закон, то есть вы прекрасно, наверное, знаете, да, существует два закона, один американский и один российский, нет, кремлевский, простите. Да. Я продолжу немножко, перебью вас про Кремль. Вы сказали, что сегодня Кремль тоже, он, Песков хоть и заявил, что Россия, Москва не вмешивается никоим образом во все, что происходит сейчас в Грузии, но тем не менее, они призывают свои краски. Нет, вы знаете, он не то, что он обеспокоен о том, что творится. Да, о происходящем в Грузии, но это сверх цинизма, вы же понимаете. Я хочу рассказать вам такой момент, буквально вот если открыть мой Facebook, последние мои паблики пестрят тем, что какой-то провокатор, он, ну в принципе мы уже его расшифровали, кто он и что, мы знаем, кто он, что он из себя представляет. Человек, который ходил и снимал видео и говорил о том, что, а вот здесь буквально несколько часов назад торчала какая-то кучка этих молодых каких-то пацанов, ну очень нелестно отзывался о нашей молодежи и о наших митингующих. Я хочу задать вопрос, а кто они и почему они приехали и что они здесь делают и вообще кто им дал право комментировать о происходящем и высказывать свою какую-то точку зрения? Мы, например, гипотетически, мы грузины, сможем сейчас, допустим, в той же Москве, в центре города, на Красной площади, вот так выйти, снять селфи и наговорить кучу гадостей? Да мы же тут же, да, загремим в какую-нибудь кутузку. Ну как это? Вам можно, нам нельзя? Провокаторов может быть много, как вы думаете? Их очень много, их очень много. Но примечательный тот момент, вы знаете, я хочу вам сказать о том, что вы, наверное, прекрасно знаете, что около 70 тысяч, 700 тысяч человек, граждан Российской Федерации, которые во время, так скажем, могилизации приехали в Грузию и они поселились в прекрасном городе Батуми на Черном море. И так же там живет и большое количество украинцев. И вы знаете, что там практически нет никаких конфликтов. Я все это время не могла понять, почему, ну как, ну как это? И я поняла, вы знаете, буквально недавно. Нейтральная территория. Нейтральная территория, она, наверное, не позволяет, и это, наверное, люди, которые бежали и с той стороны, и с этой стороны. Мы это заметили, в принципе, очень давно, когда еще началась война в Карабахе, и азербайджанцы, и армяне, они отдыхали вместе в одном отеле на берегу Черного моря, и не было никаких конфликтов абсолютно. То есть вот этот вот, знаете, вот этот тандем, вот этот вот микс какой-то, я все не могла понять. Но вот сейчас я как бы для себя вывела формулу, что это есть нейтральная территория. Я вернусь к вопросу о задержаниях. Но, судя по всему, количество задержанных будет увеличиваться из дня в день. И вот мы знаем, что был арестован один, который воевал в Украине, на стороне в России и в Украине. И его адвокат не заявил, что он в это время выявил на интервью, что это не получается, что это не политический арест просто. Вы знаете, смотрите, я сейчас затрудняюсь сказать, это был политический или нет, но это был... Хватали всех, без разборки. Там не смотрели, ты политик, ты молодой парень, ты несовершеннолетний и так далее. Хватали всех, кто попадал им под руку. И поэтому я немного воздержусь от такого комментария, потому что если я буду знать, я обязательно вам сообщу. Как долго население Грузии готово выходить на улицы, добиваться своего? До последнего. До последнего пока мы не добьемся тех двух пунктов, о которых сейчас идет речь. Это самое главное. Нана, а кто руководит, собственно, сбором? Что мы сегодня всем собираемся у здания парламента или на проспекте Руставели? Есть какой-то координатор? Потому что это оппозиция занимается этим. И это вот именно самые активные граждане, которые диригировали, подводили, 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 подводили. Ну, само собой, конечно же, в этом процессе подключена и оппозиция, и они объединились как никогда. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Например, студенты, которые сейчас пришли буквально час назад, ими руководит их как бы глава студенческой группы. Пришли студенты медицинского института, театрального института. Это уже не политики правильно с ними, как бы, ими руководят. Это, я еще раз повторяюсь, это та молодежь, это то поколение, которое отстаивает свои права. Да, это именно не политическая акция, потому что совсем другой окрас перебитает, когда именно народные волнения происходят, тем более такие большие, которые сейчас уже начали охватывать всю грудь, а не только столицу. У вас воспоминение здесь такое бодрое, поднесет, можно сказать, и вы верите, что граждане вашей страны, они не стоят до победы. Вы знаете, конечно, я вот как раз сейчас своей подруге говорила о том, что я так горжусь, что я грузинка. Я так горжусь, что я счастлива, что я живу и вижу весь этот процесс, происходящий в моей стране. Да, настрой я вам просто не могу передать. Все счастливые, все спокойные, все собранные, все прекрасно знают, зачем пришли, почему пришли. Что мы отстаиваем. Мы объединены, как никогда. И это, конечно же, дает огромный стимул для того, чтобы идти вперед. Нана, огромное спасибо вам за интервью. Я желаю победы вам. И вам тоже. И вам тоже, конечно же. Мы с вами, Григорий. Я хочу воспользоваться, если можно, у меня буквально секунд 30. Я хочу признаться в любви всей Украине. Я хочу признаться всем украинцам. Мы вас любим, мои дорогие. Мы ценим то, что вы делаете. Мы поддерживаем вас, и мы рядом. Пожалуйста, ни на секунду не сомневайтесь в том, что грузины отдадут вам сердце, если оно вам нужно. Дуже дякую. Дякую вам за такие теплые и щирые слова. Дякую вам. Дякую. До побачення. До побачення. Я нагадую, что дня о 17.30 за киевским часом на этом YouTube-канале прямый эфир святка. Головные события в Украине и свете. Побачьте на власне очи. До новых встреч. Спасибо, что было.